всем привет добро пожаловать еще раз на конференцию holy gs меня зовут николай молчанов я руководитель разработки в компании jukro group и мы всегда путаемся в названиях и я сегодня расскажу как устроенные конференции внутри как мы делаем онлайн это довольно таки будет такой light смузи доклад никакого очень сильного хардкора не будет но дает представление о том что стоит за кулисами конференции и как их делать мы поговорим про то какие этапы проходят доклад от спикера до выступления в онлайне и видео какие части системы за это отвечать вообще какие не есть и какой клей который соединяет все вместе и дает возможность пользователям заходить за своими билетами в портал и даже участвовать в оффлайне ну и какие проекты и на каких технологиях все это сделано вот что в происходит до трансляции до того момента пока люди пришли в портал или на оффлайн-конференцию если меня спросить примерно 2019 году году как это происходит я скажу все очень изианно вроде изи быстро можно сделать берете стандартный microsoft ский excel и делаете такую табличку набираете там 76 фронтендеров пишите им доклады чем компонуйте все это распределяете по залам все очень просто договаривайтесь вот вы все здесь слушаете допустим меня там в другом зале кого-то другого поэтому все очень просто там вперед впрод но все не так на стенде нашей компании видно как упрощенной схеме организованная работа и все значительно сложнее чем просто табличка в excel и мы технологичная компания и решили сделать все по уму мы сами разработчики для разработчиков им сочувствующим поэтому чтобы на самом деле доклад стал видео он проходит несколько стадий первая стадия спикер или его представитель там или представитель партнера спикера подает заявку к нам через call for paper формы cfp так называемая и заявка попадает в спикер relationship membership систему которая занимается просто управлением заявок дает возможным там спикером их видеть и людям которые занимаются организации конференции менеджить это после этого доклад оценивается программным комитетом конференции проходит много стадий согласований и после этого публикуется на сайт после публикаются на сайт и обычно происходит стадия маркетинга когда программы начинают продавать и вообще начинают через маркетинг как-то позиционировать конференцию на внешнюю аудиторию после этого уже где-то за месяц до конференции формируется программа итоговая конференции и там спикер в итоге читает доклад либо в онлайн в онлайне это такой очень упрощенно как это верхний уровень он выглядит какие инструменты за это отвечают с нашей стороны первое с чем сталкивается спикер это с формы call for papers раньше эта форма была на всех сайтах своя со своими особенностями но мы с точки зрения проектирования интерфейсов и систем стараемся все максимально универсализировать и привести к единому окну поэтому у нас теперь есть одна форма call for papers которые представлены все конференции на этот сезон будущий сезон те которые открыты закрыты для внешней конференции и спикер подает доклад на наш сайт или его там представители даже иногда программные координаторы за спикеров заводят заявки также во всех системы есть универсальная система сингла цен он то есть пользователи на всех сайтах автоматически авторизуется для того чтобы у пользователя был единый опыт на всех ресурсах и мы сразу узнали какую-то информацию о нем после этого после того как заявка была подана через cfp она попадает в личный кабинет спикера это кусочек srm системы и после этого со стороны вот там слева со стороны спикера он видит свою там заявку в данном случае одна да и свои например прошлые заявки которые были поданы на предыдущей конференции вот это мое отображение например спикерского кабинета как я его вижу со своего личного аккаунта так как у нас произошли в феврале некоторые события и часть инфраструктуры была для нас закрыта в частности у нас полностью для нас пропал контент фул мы пользовались контент фулом как основной cms кай и столкнулись с тем что там условно 1 апреля в день смеха его к нам прикроют и компания приняла сложное решение быстренько взять все данные из контент фулла которые были накоплены 2014 года и перевести их все на свою систему в общем-то за три месяца мы написали srm импортировали все данные теперь все спикеры мы заходя в свой личный кабинет видит все свои заявки за все за все за все годы в каких ролях они участвовали и этим самым получили единое хранение хранилище данных вот что может делать спикер в этой системе да он может там редактировать данные по заявкам добавлять биографию свою координаты в свою очередь может менять данные по самой заявке менять участников добавлять участников и как-то менеджер саму заявку также очень важная вещь это данные про эфиры поездки тревелы то что обычно скрывает и скрывается за кулисами и о том участники не знают потому что мы являемся компанией которая по полный цикл менеджер конференции от поиска спикеров их привоза например из за биржа если мы говорим про оффлайн или их организация онлайн подключения до до застройки площадки и продажи билетов то есть у нас полный цикл мы пользуемся подрядчиками только вот с точки зрения до застройки площадки с точки зрения технических вещей там организации залов там вот этих мониторов иногда трансляции по биографии у нас спикер может участвовать во многих активностях и в несколько там конференции подряд у нас есть спикер которые выступали у нас там больше десяти раз но люди со временем эволюционируют переходят из компании в компанию меняют фамилии например фоточка меняется тут он младше будут постарше ну вот поэтому у нас менеджер со всей биографии спикеров и на каждую версию конференции создает своя биография человеку и меняет и после этого это публику публикуется на сайт после того как все спикеры заполнили данные по всем заявкам и координатор это увидели если кто-то там не дошел его их пропинговали они дошли заполнили после этого начинается процесс публикации докладов на сайт конференции потому что программа еще нету она не сформирована редакции программные комитеты через другие инструменты уже смотрят какие доклады были в каких были изменения какие нужно опубликовать выгрузить ну и доклад в общем проходит с точки технической части вот такой вот такой pipeline данные попадают спикером crm загружаются там прошлые биографии команда их валидирует и в общем публикует с помощью cms ки на сайты конференции у нас есть еще такое понятие как кора пи то есть такая фасадная система которая собирает данные из всех бэкэнд систем и предоставляет единый пиай наружу для сайтов лайва и другие систем даже для даже для внутренней википедии данные берутся из а пишки и это попадает на сайт конференции как устроена сайты конференции на самом деле сейчас мы перешли на другую систему долго мы жили в том что у нас каждый сайт конференции жил своей жизнью какие-то умирали какие-то конференции закрывались какие-то открывались но сайты существовали все в разнобой были сделаны на разных как бы движках и совершенно неуправляемое было внести какое-то изменение во все сайты конференции например ребята пойдите добавьте логотип какого-нибудь партнера или какой-нибудь социальной сети во все сайты конференции всех версий всех годов это превращалось в ад потому что половина сайтов уже в статике уже лежат где-то на инжинкс и все на самом деле сейчас это представляет собой монорепозиторий который построен на next.js и внутренним кеширующим сервисы на ноде это 42 контейнеры перстейдж то есть у нас три среды по 42 контейнера и так как это монорепозиторий то при любых изменениях в коде который мы хотим внести это все билдится в один такой большой контейнер с next.js с кешом и получая данные из core api мы собираем статику после этого выкатывается в три environment и после этого все обновления приходят автоматически те которые есть и при этом мы сохраняем полностью однотипность сайтов относительно друг друга меняется только оформление может быть какие-то фичи добавляются удаляются но при этом сохраняется общая общая картина и фич можно раскатывать сразу везде принципе мы переходим к принципам проектирования систем и сейчас пришли к такому что вот наши принципы мы стараемся сделать единый опыт участников на всех инструментах как и внутренних для команды так и внешних то есть это примерно одинаковое оформление блоков сигл и санон везде через личный кабинет и google и яндекс также очень похожая визуализация одинаковых блоков там карточек карточек программы или вообще докладов мы стараемся достичь того чтобы человек получал доступ до онлайн трансляции в два клика первый клик это в письме когда он получает ссылку на приглашение и регистрируясь он сразу же перенаправляется на сайт life это в идеале так работает и у нас есть компании единые словарь методологии потому что но это очень важная вещь как бэкендеры любят диди диди domain driving design потому что через какое-то время люди начинают путаться между отделами в терминологии что является воркшопом что является докладом что вообще является видео что является стримом что является треком и так далее потому что у нас в первом сезоне были треки в текущем сезоне треков для участников в онлайне не существует это карточки активности как в netflix но при этом треки существуют в эфирных командах которые транслируют все это и вот отображение этих объединенных принципов проектирования интерфейса что в принципе везде выглядят одинаково формы логина сайты имеют похожую структуру и что внутренний пользователь нашей команды что внешний пользователь примерно опирается на на одни и те же интерфейсы и видят и примерно одинаковое представление но вот как формируются уже вот карточки те которые мы видим здесь то есть не либо на сайте либо на лайве для того чтобы это сделать нужно опубликовать расписание опубликовать расписание это задача с сложностью потому что вам нужно удовлетворить пожелания большинства участников и чаще всего это делается визуальным способом у нас есть инструмент называется conf planner в которой карточки перемешиваются двигаются и формируется расписание там очень кучу много есть мета информации для команды по редактированию самих активностей опубликации формации потому что представьте себе у вас одновременно идет подготовка там 8 конференций в каждой конференции по 40 докладов в каждом докладе есть как минимум один спикер один эксперт один координатор куча редакторов это огромное количество информации огромное количество людей и все это должно быть выстроено по определенному процессу подготовки чтобы публикация докладов до лайва не не превращалась просто в ад и хаос и все это шло по стандартному шаблону и после того как программа опубликована это превращается в публикацию докладов либо на сайте виде программы через кора пи либо через то же самое кора пи через онлайн бэкэнд попадает уже в лайв с которым вы все знакомы если участвовали в онлайн конференциях ну после этого осталось только провести конференцию подключить спикеров через спикер ум мы сейчас используем собственное решение спикер ум основаны на вк звонках для того чтобы подключать удаленных спикеров в эфир мы раньше мы пользовались зумом но у нас это не удовлетворял с точки зрения технических требований не по качеству видео не пока там не по качеству шаринга экрана и мы как бы в двадцатом году начали писать собственный инструмент сначала был совсем самописный потом использовали vox и plant и vk как движок в апартисе теперь все спикеры удаленные подключаются только через пикирум второй способ подключения это классические наши студии которые основаны в санкт-петербурге имеют свет камеры суфлеры видеооборудование и после этого это попадает через верстку эфира вы миксе в в общем-то player как-то на схеме выглядит да у нас есть сверху спикером снизу студийные камеры все это процессится внутри кабы системы состоящий из трех птс как бы передвижная телевизионная станция по сути это мощные компьютеры с видеокартами которые на которых можно собирать разные лаяут отображения монтировать видео настраивать звук и заниматься очень видеомонтажом эти птс ки через хитрую схему подключения в спикирум через капризе фон или клиентов которые не видны в самом спикируме пользователям но мы можем забирать все сигналы которые вы против приходят сам спикирум уже попадают в микс и в миксом на ставится лаяут и мы при этом мы в спикирум даем готов бэк например если спикеры хотят увидеть то что идет в эфир или например увидит студию или еще что то такое после этого происходит дальнейшей магии как это попадает на портал после этого мы используем amazon для перекодирования и транскодирования видео в разные разрешения изначально мы продюсим 4к видео со всех эфиров и через srt отсылаем его в amazon и amazon занимается тем что он во-первых раскодирует видео разбивает их на 4 стандартных разрешения и режет на hls чанки и раскладывает их и в с3 через стрит попадает в клауд фронт и доступно уже для плеера но так как у нас платные мероприятия и регистрация только зарегистрированные и аутентифицированные пользователями доступ до билета соответственно есть еще процесс авторизации пользователя до видео это происходит по стандартной схеме подписанных кук AWS он то есть у нас есть сервис который занимается каждые две минуты мы называем этот сервис смешно м eat near потому что если у пользователя что-то отобрали или что-то случилось ему бьют по башке молотом и это сервер занимается тем что подписывает cookie каждые две минуты пользователю на определенный стрим и есть стрим-сервис который занимается тем что пользователям одает сами плейлисты которые в в этом сервисе каждую 5 секунд пересобираются. Пересобираются, чтобы пользователь всегда мог в лайве смотреть следующие чанки. Если кто не знает, hls.js основан на плейлистах. В плейлистах есть ссылка на файлы. Эти файлы постоянно добавляются в конец. Поэтому плеер каждые несколько секунд пытается получать плейлист, узнает следующие чанки и проигрывается в плеере. Вкратце это выглядит так. В плеере после того, как пользователь начал смотреть видео, происходит другая магия, связанная уже с управлением самими стримами видео на самом портале. Потому что когда вы переходите в видео, вы смотрите видео. Когда видео заканчивается, вы переходите в дискуссию. Если вы смотрите архивное видео, у вас нет уже никакой дискуссии. Но портал этот откуда-то понимает. Для этого есть бэкэнд, у которого есть кэши. И в этих кэшах находится вся информация о всех пользователях, всех билетах и о всем, о том, что происходит в данный момент в лайве. Плеер каждые 5 секунд отсылает пинги от клиентов через WebRTC в бэкэнд. И тем самым формируя статистику просмотров. Мы отсылаем кто, какие куски видео смотрит, в какой момент времени. И получает обратно постоянно реал-тайм данные о том, что закончилась активность или она не закончилась. Раньше, в позапрошлом сезоне, у нас был один непрерывный стрим, который пользователи смотрели. И у вас в одном и том же видео, как и на YouTube, заканчивался один доклад, начинался следующий, как бы в том же самом плеере, и вы продолжали смотреть. Но при этом мы сразу с первого сезона пошли в перерисовку интерфейса относительно контекста того, что проигрывается в плеере. Это была довольно-таки тяжелая задача. Мы много граблей об нее сломали в первые сезоны. И постепенно эволюционно пришли все-таки к NextX формату, когда мы не продюсим один стрим на все доклады в треке, а показываем вам карточки. Но на самом деле под капотом это те же самые стримы, просто мы сразу отматываемся в определенное время и не показываем вам ни то, что слева, ни то, что справа от этого доклада. В момент того, как доклад заканчивается, продюсеры и координаторы эфиров нажимают кнопку условно, трансляция завершена, у всех пользователей выпадает заглушка оцени доклад, и после этого он переходит в дискуссию, если она есть. Данные по всем собранным метрикам попадают в определенные даталейки, то есть это просто хранилище данных на разных системах Redis, MongoDB, Postgres. И после этого эти данные джобами обработки превращаются в большое количество, по сути, в Postgres материализованных схем и представлений с разными отображениями данных. Ну и в конечном итоге мы видим это для команды в статистике аналитики для принятия основных разнообразных решений, начиная от того, какие оценки ставили пользователи, какие доклады для того, чтобы фидбэк выдать спикерам и рассказать, как пользователи смотрели его, какие доклады были более популярны, какие были менее популярны. Естественно, мы строим на это какую-то статистику, аналитику по продажам билетов, по просмотрам, что нравится пользователям, что не нравится пользователям, для того, чтобы принимать какие-то решения и в следующий раз конференцию делать лучше. Немного расскажу про авторизацию Single S.Anon. Кто-нибудь видел где-нибудь в мире организованную авторизацию Single S.Anon, причем на разных доменах? В основном все компании идут по пути упрощения этой схемы, по пути упрощения схемы, что Google, что Microsoft, они все на один домен Microsoft.com и на поддоменах делают все свои сервисы. Даже Azure уже переехал на Microsoft.Doment. И чтобы получить Single S.Anon, в нашем случае надо было на всех сайтах, начиная от лайва, заканчивая личным кабинетом и сайтами конференции, порталом, сделать единую авторизацию. Что мы, естественно, сделали через OpenID Connect с промежуточным слоем, там, фронт-энда и бэк-энда, который занимается склеиванием и кук, и имплементацией OpenID Connect сервера. Изначально у нас был два метода решения, что использовать с точки зрения OpenID Connect сервера. Это используют готовые сервисы, которые есть, это Okta, AUS0 и так далее, которые доступны и представляют сервер-сайт способы авторизации. Очень много способов, очень много подключенных провайдеров. Мы пошли по другому пути. Мы встроили в личный кабинет собственный OpenID Connect сервер и построили авторизацию на нем. И о чем очень порадовались в апреле месяце, когда ни Okta, ни OpenID и никакие другие провайдеры в России стали больше недоступны. В этом случае мы потеряли букву всю базу клиентов и очень долго что-то переписывали. Соответственно, форму регистрации вы знаете. И процесс авторизации мы являемся еще доверенным провайдером уже для Google и Яндекса, потому что зайдя через Google и Яндекс, вы создаете у нас аккаунт и уже после этого можете авторизовываться не под собственную почту, а через Google и Яндекс. Это называется федерация. То есть у нас сервер является федеративным OpenID Connect. и пользователь получает Seagless Anon на всех наших девайсах и на всех сайтах, если бы он даже один раз купил билет, перешел по ссылке и все, он авторизован автоматически везде. Я думаю, что все устали уже от таких объяснений. Давайте поговорим, на чем это все сделано, какие технологии мы используем для того, чтобы все это работало. Технологии стандартные, очень простые. С точки зрения бэкэнда. Это Java, Spring, 11, также .NET Core, 5-6, ну и соответственно нода. То есть три больших классических стэка в разных пропорциях. В основном это, конечно, Java с точки зрения онлайн бэкэнда и личного кабинета. Очень много сервисов поверх с точки зрения авторизации и хранения рейтингов, фаворитов написанных на .NET. И все, что приближено очень сильно к фронтенду, то есть это, соответственно, лайвы, это спикерум, написанных на ноде. Под капотом с точки зрения хранения данных используем POSVIS, MongoDB, Redis и Hazelcast в Java, в онлайн бэкэнде. То есть все это классически. С точки зрения фронтенда вообще все довольно-таки стандартно. React, Next.js, где-то есть Angular, ну и стандартные технологии типа HVS.js, Socket.js и MobX. С точки зрения DevOps, мы используем GitLab, так как позволяет нам настраивать быстро пайплайны и получать то же самое пайплайны в одном месте. Это очень удобно. Все сервисы охотятся в Kubernetes, в три среды, в DavidStyprode, для того, чтобы мы могли и на этапе разработки, на этапе тестирования и на этапе предпродакшена отслеживать и тестировать функциональность. Используем, естественно, Elastic, Logi, Prometheus. Ну и так как мы ушли давно от собственных серверных решений, то используем практически все облака в разной степени используемости, как и AWS, Azure, Яндекс и Select. В основном сейчас вся наша инфраструктура находится в Яндекс.Клауде. В принципе, у меня все. Если есть вопросы, я могу ответить. Исторически сложилось. У нас был один проект на ангуляре, на котором был написан личный кабинет физического лица и юридического лица. Он как бы и остался в ангуляре. Все остальное написано только на React. Хороший вопрос. У нас был недавно стенд на Gaze and Buggy. Мы ищем автотестировщика, потому что автотестами у нас очень плохо. Признаюсь. У нас практически весь бэкэнд покрыт интеграционными тестами и юнитестами. Мы верим больше интеграционным тестам, которые проверяют просто все сценарии от и до, и самые важные сценарии. С точки зрения автотестирования, здесь в качеле мы слишком много вносим изменений. Для этого нужно очень много автотестировщиков, которые эти решения могут автоматизировать. Автоматизировать тестирование. Поэтому, учитывая нашу эволюцию портала, допустим, за последние два года, вот у нас впереди на первом ряду в ноутбуке сидит человек, который, в общем-то, написал весь портал. Леша, помахай ручком всем. Поэтому в некоторых случаях автоматизировать просто бессмысленно. Ты перепишешь быстрее, чем автоматизаторы напишут тесты. С точки зрения курс функциональности, да, очень хотим. Десять человек. Задам еще. Все. Все. Служба поддержки, вот, пожалуйста, сидит на втором ряду. А с точки зрения тестирования, когда ты говорил про тесты, ты подразумевал бизнес-абстракцию, то есть то, как происходит какой-то бизнес-флоу, или больше с точки зрения того, что вы проверяете Atomar на конкретную фичу? Нет, с точки зрения интеграционных тестов, да, у нас отправляются, например, полностью вся авторизация. Да, просто это делается из Java, G-Unit или из .NET, но мы придаем интеграцию, то есть дергаем последовательно разные сервисы для того, чтобы построить полностью end-to-end интеграционный тест какой-то функциональности. Например, в онлайн-бэкэнде написано куча тестов, когда пользователь получает билет, идет с билетом, логинится, после этого получает авторизацию, после этого идет на портал, запускает видео, у него отправляются какие-то веб-сокеты, проверяются, что эти веб-сокеты дошли, что обратно все пришло, что количество пользователей, смотрящих данные стрима, увеличивается на единицу. Тесты такого уровня, то есть это end-to-end, но не автоматизированные из UI. Привет. Привет, Леша. Да, у меня вопрос. Ты вот упомянул домейн древний дизайн, сказал, что вы там по контекстам все как-то разбили. Это специальная отсылка для тебя была. Да, спасибо. Я не мог не закладить наживку. Скажи, пожалуйста, вот разбиение по контекстам, здесь часто возникает такая проблема, у меня она в голове относится к классу ромбовидных историй, когда можно дробить по одному критерию, а можно по другому. Я к тому, что вы объединяете как-то функционально блоки и делаете универсальными для разных конференций, но нет ли такого, что, может быть, разные конференции имеют достаточно много различий, чтобы делить по конференциям, а не по системам? Да. Эта боль преследует компанию, все ее существование, потому что в разной конференции разные вещи называются по-разному. То есть, например, где-то есть это круглый стол, где-то это какая-то сессия с экспертом, это везде по-разному называется, по-разному позиционируется и с точки зрения маркетинга даже. И, например, главная студия где-то может называться как главная студия, где-то там студия с единорогом или есть чем-нибудь еще. Мы, во-первых, стараемся универсализировать эту историю. То есть сейчас мы пришли и к единым интерфейсам, и к единым понятиям внутри компании. Вот там сзади спрятался человек, который иногда пишет на всю компанию письма такого рода, что теперь мы эту штуковину называем только так и только так. Пожалуйста, все придерживайтесь данной терминологии. За что ему большое спасибо, чтобы все были в одном контексте. Отвечая на этот вопрос, стараемся прийти к универсализму, чтобы все везде было примерно одинаковое. С точки зрения разной системы, естественно, заявка в одном месте, заявка в другом месте, заявка в третьей системе, это действительно разные сущности. Но тут еще есть же одно, мы сейчас больше говорили про опыт программного комитета, такие вещи. А опыт участника, аудитория тоже довольно сильно различается у разных конференций. И, наверное, приходится подстраиваться под аудиторию, которая тоже по-разному может понимать какие-то вещи. Я имею в виду, можно ли придумать какую-то единую терминологию для всех аудиторий, всех конференций? У нас практически так и сделано. То есть у нас, в принципе, есть одна терминология, но прямо таких ярых различий, чтобы совсем не совпадало, но и практически нет. У нас это были, когда он оффлайн были, например, там, Lighting Talk, например, или SISX Experts, когда что-то внедрялось на одной конференции, но на других конференциях этого не было. Да, здесь, может быть, какой-то мисс-матч был. Но в целом мы приходим к одному языку. Спасибо. У меня еще один вопрос. Вот ты там показывал, когда эфир, какие-то скриншоты, что там была красивая заставка, Питер, вот это все. А как это верстается? Отличный вопрос, да. Я забыл об этом рассказать. Наши генеративы, это наша гордость. Темы здесь нету. Вот Артем на заднем, да, и Юра. Юра есть. Эти ребята, которые занимаются созданием как раз этих генеративных заставок, они, по сути, написан был плагин, который в каком-то адобовском софте из JSON генерирует красивую планету со всплывающими спикерами, названиями и всем, чем мы там захотим. Очень хочется, чтобы это было в онлайне генерировалось, но к этому придем когда-нибудь. Да, у нас есть вопрос из чата для онлайн-участников. Так, да, я как раз хотел озвучить вопрос из чата и ответить на него, потому что тоже как-то какое-то отношение к этому имею. Да, добро пожаловать. Кирилл Толкачев, который сейчас занимается в компании много чем. Да, я условно сягиокомпания и тут были вопросы и про генеративы. Генеративы генерируются не просто из JSON, а с JSON с координатами. И там как бы есть 3D-модель условного ношшарика и спикеры располагаются именно в тех городах, где они должны быть. Так что это не просто модель, она как бы реально условно физическая, имеет физическое отображение. И некоторая огненная стена спрашивает, чем кодируется видео. Видео кодируется FAMPEG-ом, но не просто FAMPEG-ом, а вот та студия, которая была на слайде, у Коли. Это студия, в которой есть много железа проприетарного и нашего железа вместе с нашим софтом. У нас это называется джук-кодер. Это опять же, он там где-то сидит человек, который сделал джук-кодер. Это некоторая автоматизация вокруг FAMPEG-а, некоторая веб-морда, которая позволяет управлять различным FAMPEG-ом на разных машинах, которые стартуют в тот или иной момент и там подтягивают настройки плюс-минус как-то там централизованно. Собственно, да, это FAMPEG с небольшой обвязкой, который кодирует видео, отправляет его по SRT в конечном итоге в Амазон, а в Амазоне это уже перекодируется, транскодируется на различные качества в различных вариациях, и там у них уже свой кодер, он проприетарный, и хрен знает, что это такое. И есть второй бэкэнд для кодирования, как говорится, импортозамещенный, но мы его сейчас активно не используем, но активно тестируем. Там тоже свое решение, но пока про него рано говорить. Спасибо, Кирилл. Еще вопросы? Раз вопросов нету, время обидеть. Сейчас 4. Если вопрос был в кодеке, то да. А теперь подвох. За самый лучший вопрос я даю книжки. Какой был лучший? Да? Леша, подходи ко мне, книжку выбирай. А кто задал вопрос? Так. Уже отключили? А кто задал вопрос в чате? Он здесь или он удаленно? Человек, кто задавал вопрос, отошел. А, вот. Все, значит, книжка уходит туда. Выходите. Что вы еще не читали? Спасибо. Если у вас остались дополнительные вопросы, подходите на наш стенд. Мы там можем побеседовать и поделиться какой-то дополнительной информацией.